доброй ночи и любое другое время суток по вашему выбору ну так получилось что сейчас ночь я сова я не сплю захотелось почитать чем хорошего с хорошим штилем с хорошим смыслом ну потому что если постоянно читать александра исаевича сложеницына и льва давыдовича троцкого можно с ума сойти а андрей юнуарич вышинский к сожалению очень специфическая литература поэтому я решил вернуться к избранному ларисы рейснер вот спустя полгода не прошло и погода как говорится на самом деле прошло даже больше с последнего ролика на эту тему я на него дам ссылочку потому что мы продолжаем читать про то как лариса в двадцать третьем году путешествует по германии а вот и сегодня нас занесет на в издательство ульштейн берлок соответственно крупнейший газетный концерт немецкий того времени вы извините вот за такие вот оточки это дети у нас тут постоянно все вперемешку вот ульштейн берлок основана леопольду мультштейном в семьдесят седьмом году в берлине берлин от сайт он морген пост там фото решится и тонк еще куча всяких изданий вот вот так вот выглядел их офис головной но к сожалению или к счастью лариса его не увидела потому что он поступил строй был заселен в двадцать пятом году она соответственно описывает нам 23 вот общем такая вводная информация ног к тому времени когда она пишет леопольд уже помер по-моему в девяностом году помер 1800 и правит его там в этом концерне пятеро его сыновей ну вот соответственно одного из них судя по всему родольфа тут называют старым ульштейном дам старшего ну что ж я думаю вводной информации хватит можно приступать читать я никто не бегает за ними на теле граф вести приходят сами дикие ласточки перед самым столом редактора они ударяются о положаться перед ним уже готовыми переведенными на человеческий язык отпечатанными машинкой на узкой ленте бумаги десять небольших аппаратов непрерывно принимают и вы стукивают темный монастырь сотни келей 100 телефонных камер в каждый подшельнику который диким голосом взывает к богу сенсаций здесь берлин бц здесь ульштейн холлоу кромче как безработные на бульварной скамейке дремлют курьеры как пассажиры ожидающий поездом который приходит всегда уходит ежеминутно не стоит никогда поезд новостей опоясывающий мир многие ждутся вчерашнего вечера они уже приняли экстренные из америки экспресс-антанты набитый капризными биржевыми бюллетенями этими очаровательными авантюристками пытающимися проскользнуть через границу незаметно с легоньким багажом из фальшивых новостей с этой драгоценной контрабандой за которой охотятся газетчики о дом ульштейна достаточно велик чтобы разместить всех прибывающих четыре с половиной тысячи комнат шесть этажей лестницы как рукава элеваторов десяток собственных типографию лучшие в германии мельницы перемалывающую перемалывающие ежедневный урожай лжи и правды шесть газет которые пекут хлеб насущный для многомиллионного берлина для всех слоев его населения всех полов и возрастов для целой германии и каждого из ее городов в отдельности кельне из того что берлин любимое кушанье дрезден и не найдет потребителя во франкфурте портовику гамбургу гамбургу к на кверста спортером это сосиски дрездену айсбэйн с капустой рулька а южанам что-нибудь легкое питательное изящное никто не ходит пешком в доме ульштейна ползать по лестницам могу могут бездельники здесь люди летают лифтом через все этажи бегут его открытые клетки дверь уничтожена портье отошел кахтиозавром он нигде не останавливается этот лифт никого не ждет люди на ходу вскакивают на одной из площадок на ходу с нее сбрасываются корректуры рукописи телеграммы прошли курс практической гимнастики передовицы тяжелые подвалы грузные политические обозрения животом и одышкой которые не знали что такое время стали акробатами циркачами они бегают из здания в здание через двор по проволоке они летают вверх и вниз головокружительной быстротой едва уцепившись за проволочную коробку электрического почтальона с тех пор как старый ульштейн выстроил на кохстрассе свою первую буду маленькую типографию его дело непрерывно растет достигнув известной степени совершенства она останавливается и пожирает свое прежнее тело в тот день когда всегда обновляющий себя дух производства не посмеет или не сможет сам себя ударить дубиной по черепу и перебарить устаревшие формы организации техники и торгового аппарата в своем собственном желудке он пойдет на завтрак более гибкому и сильному конкуренту старая berliner morgen post она тоже выросла на кладбище но не собственных устарелых форм а всей социал-демократической печати уничтожены бисмарком ульштейн так сумел тогда бросить на опустевший газетный рынок пробитую законом о социалистах брешь сотни тысяч экземпляров своего умеренного уличного листка закон о социалистах был принят 1800 дай бог память 78 году когда бисмарк под предлогом там двух покушений на кайзера запретил в германии социал-демократические партии там кто-то в тюрьму сел кто-то уехал из социал-демократов он соответственно издание были закрыты образовалась брешь в рынке да это была газета рассчитанная на широчайшие массы мелкой буржуазии сколько раз тех пор менялись методы работы от ручного набора к механическому от рисунка к фотографии от бескровной бесцветной смазанной фотографии опять к художественному монтажу после каждой технической революции короткая болезнь всего предприятия как после прививки затем бешеный скачок вперед добыча сотни тысяч новых подписчиков новые строения мастерские служащие ломовики грузовики телефоны за последние послевоенные годы в теле газетного завода опять успел образоваться аппендицит это старые машины для литья матриц английские машины работающие на газе которые приходится держать полными жидкого ова иначе они вообще не годятся вместо них сейчас веди на немецкие жрут простой уголь могут быть долиты когда угодно снова картонного отлива дают 30 металлических но я как бы уже это показал да как это выглядит вот как выглядит типография до примерно ну тут эти самые печатные станки прессы штампы и так далее и тому подобное да вот как как то так это именно у штейновская типография да да то есть а вот вот как то так это все смотрится вот так вот вот так ну захотите найдете в общем если захотите поподробнее посмотреть завод не знает благодарности не помнит прежних заслуг жизнь ушла из старого отделения она пусто холодно и у него мертвых стеклах отражается ленивый огонь зажженный в топке соперниц как стук тарелок и ножей долетает до него выгнанного веселый ляск матриц и напильников обчищающих их горячие края когда-то делали одну газету и боялись выпустить даже вечернюю чтобы не уменьшить ее тираж сегодня ульфтейн как ловкая хозяйка посылает на улицу десятки газет на различно одетых говорящих на разных языках попадающих на тротуар в разное время и друг другу не мешающих как проститутки они разделили между собой улицу и не ссорятся вот дальше ларицы пойдет постоянно это параллель между газетами и проститутками очень классно вообще читать такое удовольствие знаете вот после вот нашей современной вот прессы какой-то да то есть после служеницына это просто как глоток свежего воздуха стиль шикарный как проститутки они разделили между собой улицу и не ссорятся у каждый свой потребитель утром фосиш от сайт он к рассчитанная на биржу и банки она пристает к дельцам когда они стоят у ашингера с бутербродом за щекой с кружкой пива в руках ашингер это сеть дешевых закусочных немецкая ну тип магнольдса да ну вот успел не естественно она садится с ними в авто успевает сделать свое дело пять минут между рестораном и биржей вокзалом и конторой это умная осторожная очень осведомленная газета рукоповодимая одним из лучших немецких журналистов каждый спекулянт со своей 15 фенингов надеется выпросить у нее что-нибудь для себя полезно пока мужья в городе к их женам стучится практическая хозяйка уильтштейна дама или вестник дешевых покупок это шедевр техники для того чтобы эта каме-боезжорка могла бегать из дома в дом разжигая аппетиты нашептывая хозяйки о самом дешевом кофейнике о капоте за 60 фенингов о двуспальной кровати и средстве от беременности типографская техника сделал настоящее чудо человеческий гений поднялся на новую ступень машина сразу одним взмахом печатает не только 96 страниц текста и обложку но разрезает складывает и переворачивает лист к листу выбрасывая на прилавок совершенно готовый номер течение часа таким образом изготовляется три с половиной тысячи экземпляров что сказать об отделе вышивок об узорах для ночных колпаков которыми хозяйка бесплатно снабжает своих подписчиц прежде чем в мозгу женщины инстинктивно откладывающий деньги на будущую покупку как птица собирает солома для гнезда успеть что-нибудь оформиться ее мечты уже предугаданы и вырезаны из папиросной бумаги закройщицами ульштейна души будущих пальто души блузок панта и панталон кивает покупательницы из тумана будущего из репристого небытия свежих клише есть лошади которые решают задачи собаки знающие географию но такой неслыханной интеллигентности но какой неслыханной интеллигентности может достигнуть машина этого никто не знает олимпия гофмана пела романса и приседала пустяки ульштейна рабочий сидит перед станком и пишет рисунок на машинке он нажал какую-нибудь букву она немедленно срывается с места и ложится в начале строки это первый крестик рядом с ним второй третий затем вся линейка в течение двух секунд отливается и золота и и золова и соскакивает на стол что делают буквы после того как слово в состав которого они входили больше не нужно они демобилизуются они сами уходят по домам машина опускает длинную свою черную руку хватает использованный набор и ставит его на особую дорожку по которой каждая буква бежит пока не провалится как ключ в свою замочную скважину в полдень на улице выходит младшая дочь старой ульштейна это газета ящерица газета муха самая быстрая навязчивая и доступная своих сестер каждый ее может иметь почти даром на лету у нее нет своего мнения нет своего голоса это лужица в которой отражается весь свет она в две минуты языком который каждому понятен в самой простой короткой и грубой форме перескажет то что сегодня говорят говорит и думает большая пресса не жуете известия они уже пережеваны смочены слюной совершенно приготовленной бицеткой вот с этой бицеткой я намучился долго пытался понять что это такое потому что это профессионал такой это жаргонный термин да то есть которого естественно вы никаким гугуб не найдете вот говорю чуть мозг си не поломал берлин сайт он ежедневной одно глотательное движение и ты информирован человек которому некогда думать и самому собирать свои сведения не может жить без этого последнего посредника самого низкого и самого полезного без этого эха больших городов летучего графомана улицы она рождается источной канавы всех газет она живет полчаса и ее выходы ждут жадностью миллионы людей смотрят на часы ожидая свидания с бицеткой но никого так быстро не забывают никого с таким пренебрежением не оставляют на сиденьях автобусов на столиках кафе на полу под ногами каждый день из уличной пены снова выходит это королева объедков маленькая тварь с миллионом потребителей 12 10 на бирже вывешен первый бюллетень 12 12 последняя телеграмма принята в наборные 12 часов 15 минут редакция прекращает прием материала 12 16 ротационная машина надевает свой панцирь из блестящих матриц 12 17 дежурный инженер включает ток величайшие ротационные машины континента начинают свою утреннюю работу страницы льются как вода на мильничное колесо слова не больше чем микробов в их потоке первые готовые сложенные номера выползают наружу и вот они уже бегут в мир мелкими шагами дробным стуком пулеметов это утренняя атака это перекрестный огонь печати стрельба без промаха и осечки каждый листок кем-нибудь кем-нибудь будет прочитан всякий заряд в кого-нибудь попадет гул наступления стоит над стенами они дымятся как водопады как края горы во время извержения бумага белый кит на вертеле медленно вращается в огне этой скорости свертки ее покрывают весь пол гигантские коконы лжи из которых вылетают миллионы бабочек однодневок фабрика как крепость ее глубокие дворы похожи на тюремные она отделена от города горами гранита крепость на случай осады должна иметь запас воды и хлеба ульштейн имеет независимый от города источник энергии который в течение недели может прокормить электричеством его осажденные машины забастовка восстание бронированные двери закрываются и через три минуты после тревожного сигнала станция посылает к машинам тысячи лошадиных сил своих электрических штрейбрейхеров никто из служащих не войдет и не выйдет незамеченным из ворот швейцары дрессированы на людей и на вещи но в двенадцать восемнадцать то есть через восемь минут после приема последней экстренной телеграммы все плотины подымаются все двери настежь газетный завод изливается на улицу трубы трансформаторов блюют цюками прямо на грузовики легкие мотоциклы трясутся на месте ожидая очереди велосипедисты держат открытыми свои сумки курьеры которые едут вместе с газетой на вокзал и в провинцию бросают неоконченный завтрак субботу грузит 4 тысячи центнеров 20 почтовых поездов 1 идея обеденной газетой считая другие здания 75 почтовых вагонов в три четверти часа газета опережает время газета обгоняет часовую стрелку человек спит половину своей жизни сам у себя крадет ночные часы взяв последний барьер скорости газета натыкается на неопреодолимое препятствие она не может одолеть баррикады из храпящих ночных колпаков но в городах на асфальте блестящим как лед все относительно пусть заря наденет пижаму вместо своих вышедших из моды утренних облаков европа отныне как гренландия как ледовитый океан непрерывен ее электрический день половине 9 перед ашингером ашингер везде но как макдональдс разносчики газеты тут делать утро провинциальное издание посещается этом без последних телеграмм которые печатают рассылают ночью в берлине поступает в продажу в 8 часов 40 минут вечера кусок завтра кусок будущего с результатом футбольных состязаний с фамилиями попавших под автомобиль зевах и прениями английской палаты можно купить за 15 фенингов ульштейн одна из великих держав которые взимают пошлину со всякой пошлости ввозимой человеческое сознание его дом это пристань пограничный пункт где разгружаются океанские пароходы фраз прилегающих к сознанию как резиновый каблук к стоптаному сапогу острот плоский как ступня вонючих анекдотов свежих политических лозунгов шедевр в этом роде нечто ни с чем не сравнимая это конечно берлинская иллюстрированная газета самый распространенный журналом современной германии миллион 600 тысяч читателей ну то есть если у нас есть значит берлинер сайт он да есть берлинер иллюстрирт сайт он да вот вот она такая у нас то она продолжает расти через полгода вероятно дойдет до 2 миллионов фундамент на котором сегодня стоит ульштейн агит проб пошлости по существу это ноль ничего минус 32 страницы слабительной легкости дырка просверленная в будуар знаменитой артистки щелка через который всякий может подсмотреть как купаются красивые женщины от шпицбергена до мыса доброй надежды обрывок романа такой выпуклости и быстроты чтобы его можно было прочесть в уборной рекламы свадьба принца еще реклама 10 страниц рекламы иллюстрированная никогда не была врагом советской россии может быть ни от кого другого немецкие рабочие не узнали так много о настоящем реальном лице ссср как от нее она дает все что новое интересно неожиданно россия сенсация иллюстрированная дает россию ее улицы демонстрации толпу вождей мостовые армии и детдома практически трезвый торговец охотнее верит в прочность правительства которые уже существуют чем в такое которое пока только в голове обитатели курферстендам и тауэнциенштрассе если большевики продержатся еще пять лет он что он будет относиться к белым иммигрантам совершенно так же как его прежнее правительство относилась к русским студентам после 1905 года всякий подкапывающийся под законную власть хотя бы под советскую есть революционер бомбист и мошенник но пока страхуя себя на все стороны в общем дружественная сэр ульштейн в одном из укромных уголков своего дома мирно печатает белогвардейский руль нашему вашим за копейку с пляж а вот дружба дружбы но когда вся пресса единодушно поднимает крик против большевиков уж ты не может молчать давая целый год дружественную нам информацию он вдруг ухает изо всех своих тяжелых орудий и его слово повторенное миллион шестьсот тысяч раз раз носится громче чем заповеди моисея со старой еврейской горы новое преступление большевистского правосудия три немецких студента приговоренные к смертной казни и не три студента а трижды миллион шестьсот тысяч кендерманов но юношей вот трижды миллион шестьсот тысяч большевистских убийц это уже не минус а социальный двигатель такой силы и грузоподъемности каких мало в европе иллюстрированная дает свои короткие въедливые клейкие политические формулы не столбиками и кривыми статистиками она татуирует их на бархатной коже шансонетной певицы на белье знаменитой балерины на флаконе духов уничтожающих дурной запах подмышек вот где выжжено вышито написано несмываемыми буквами война большевизму война мировой революции война убийцам невинного белокурого близорукового кендермана с его походной аптечкой какой бы лозунг не бросил ульштейн за или против россии за или против китайской революции за пакт или против пакта футбольные мячи летят с этими лозунгами к небу моторные лодки и яхты бицет бороздят моря ну опять бицет берлина сайт он данный берлина иллюстре этот сайт сайт он да вот скаковые лошади скачут через колючие барьеры фаворит бицет разбивает но знаменитому американскому боксеру и мотоцикл бицет ставит во имя любого политического пароля новый рекорд скорости собачья выставка теннис плавание при за лучшего племенного быка европа с величайшим вниманием следит за этими вещами каждая настоящая газета ежедневно дает страницу спорта его чемпионы гораздо более известны чем самые крупные политические деятели ульштейн был едва ли не первым открывшим а открывшим это золотое дно он завел у себя специальный отдел когда у других пожарные репортеры еще давал отчеты о гонках и состязаниях нанял особого редактора разосал пал предов по всем тотализатором европы ко всем знаменитым конюшнем представил специальных корреспондентов в искусстве больше ничего не понимая для этих тонкостей для редакции журнала к вершнит эстетического журнала выходя выходящего на веленивой бумаги для нескольких сот подписчиков он нанимает себе барина знатока старого фарфора и всех табакерок 18 века какие только есть на свете извините голос садится этот журнал лилия которая как бы совершенно не связано с кучей навоза из которого растут такие вульгарные злаки как бетцет и иллюстрированная но она вот тут бетцетом называть то берлинарцайт он тот берлинар иллюстрейтер сайтом по очереди она плавает на поверхности ульштейновских миллионов бога ухает а негровской пластики облески ботфортов старого фридриха на картинах менцеля дает очень художественной и очень голые на знатока рассчитанные картинки когда старик ульштейн видит все эти утонченности то фыркой то ругается но прочим редакторам изготовителем страшной макулатуры строго запрещено вмешиваться в дела эстетов пусть себя полон и роятся они не приносят доходов но зато привлекают в дом людей состоятельных и со вкусом в прихожей хорошо иметь классическую венеру зато при изготовлении таких товаров как веселый фридолин старому ульштейну не нужны никакие помощники здесь он сам мастер и специалист никто лучше его не знает сколько сало маргарина и сахара нужно всыпать в эти маленькие 10 пенинговые книжечки с собакой велосипедистом на обложке специально предназначенные для загрязнения засорения и опошления детской фантазии они расходятся в количестве 350 тысяч экземпляров 700 тысяч в месяц это смесь пинкертона цирка хроники преступлений и слащавости ее герой полицейская собака с душой читателя воскресных приложений посещает сайту кстати об этих романах до войны книжечка в 250 страниц со свадьбы или благородным самоубийством стоил марку сегодня 2 никогда никакой бессмертный не будет читаем как эти анонимы что толстой что гёте по сравнению с господином вебером написавшим да да любовь на вот старый добрый ульштейн поступает с литературой как верблюд с фиником своего читателя он заставляет отрыгнуть и переживать снова вся романа ульштейна немедленно по выходе инсценируются крупнейшими кинофирмами германии продавщицы учительницы почтовому служащему необходимо вера в счастье мелкий буржуа должен знать что без кровопролития без насилия без борьбы честный человек может достигнуть всего вилла автомобиля собственной лавки прочесть это мало нужно увидеть и ульштейн показывает каждый может пойти убедиться как честная алиса аккуратностью бухгалтерий и немножко хорошенькой мордочкой пробивает себе дорогу в мире финансистов на ней женится стинос только стинос молодой и такой же красивый как приказчик конфекционного отделения у вертхейма старые люди проработав сто лет умирают богачами вот их похоронные процессии разве не стоит быть послушным целую жизнь чтобы ехать спать с такими помпонами с такими белыми цилиндрами не говоря уж о рабочих и мелких служащих которые все сплошь выигрывают 200 тысяч и женятся на хозяйских дочерях зачем революция к чему политика миллионы европейских рабочих подживут мечтой о россии миллионах рабочих спд в тайне держатся надежды на нее спд это препаратура социал-демократической партии германии рабочие посылают своих делегатов в россию мелкий буржуа читатель ульштейна идет в кино увидеть свою обетованную землю конечно ульштейн не один с ним конкурирует и пожалуй его перерастают такие газетные фабриканты как бывший шерль шерль верлок создавший собственно в германии тип беспартийной газеты теперь находящийся в руках хугенберга прежнего директора фирмы круг захватив то что принадлежало королю газет хугенберг превратила эти старинные беспартийные газеты которым привык всякий средний немецкий обыватель в рупор самой активной и озлобленной контрреволюции за ними идут массы и много других все больше и больше монополизирующих газетный и книжный рынок штейнов много нельзя переоценить услуг которые эти фабрики буржуазные диалоги оказали правительство во время войны нет поры вообще нет поры в общественном организме нет клетки в его мозгу через которую бы они не проникли для которой не выработали бы специального яда ни один гвоздь били ульштейн мост и хугенберг великого деревянного генденбурга стоя стоявшего тогда возле парламента против столба победы армии людей дали себя зарезать под кокаином их литературы и никогда без помощи газетных трестов не удалось бы правительству выкачать из масс мелкой буржуазии все те миллионы которые она выкачала на военный заем вот так вот по моему текст во-первых классные ну тем более что лариса она же сама журналистка да то есть это есть сильно близко да вот классный здорово написанный такой метафоричный хлестки злобный и главное что очень актуальные особенно вот финальная часть как будто про сегодня читаешь да вот умели же люди правда вот будем продолжать время от времени вот отвлекаться на ларису рейснер потому что это я говорю это как вот просто прочистка мозгов глоток свежего воздуха очень люблю читать вот особенно на фоне таких суженицыных и прочих граждан вот ну что всем спокойной ночи или доброго утра вам больше нравится когда вы увидите эту запись хорошего настроения всем добра